МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ТЕЛЕФОНОМ 496, это код города, 567-1440 и 567-1450. И задавать свои вопросы моему сегодняшнему гостю. А в гостях у меня сегодня председатель комитета по образованию администрации Щелковского муниципального района Гаврил Пляковский. Добрый вечер, Гаврил Борисович. Добрый вечер, Сергей. Вот обычно в конце года всегда принято подводить итоги этого года, но, тем не менее, наверное, в сфере образования сделать это сложно, потому что учебный процесс в самом разгаре, и, тем не менее, все равно сегодня у нас предпоследний эфир в этом году, поэтому, конечно, хотелось бы спросить о некоторых достижениях и результатах, с которыми образовательные учреждения и педагоги нашего района вступают в новый 2017 год. О достижениях очень приятно говорить, потому что они, как правило, заслуженные, заработанные потом и кровью и слезами педагогов и педколлективов, потому что любые достижения – это результат ежедневного, еженочного труда дружных коллективов детских садов и учреждений образования. Поэтому, если наша школа, наша гимназия вошла в топ-500 школ лучших школ России, либо в 100 лучших школ вошла гимназия школа номер 12, это говорит о многом. Это говорит о том, что и дети, и педагоги, и родители единой педагогической семьей, дружной, школьной семьей стремятся к очень высоким результатам и поднимают планку. Каждый год мы планку эту поднимаем, и по количеству 100-бальников по ЕГЭ в этом году у нас было, их 14 в прошедшем учебном. Некоторые ребята по двум предметам получили 100 баллов, поэтому есть чем гордиться, есть к чему еще стремиться. Не только, я думаю, достижения в сфере образования МИУДУ заслужили наши школы, но и отдельные личности, педагоги тоже были награждены на высоком уровне, по крайней мере на региональном. Я сейчас предлагаю посмотреть сюжет о форуме молодых педагогов, который проходил в нашем районе, ну, естественно, вы там были. Это даже не репортаж новостной, это маленький фрагмент программы «Открытый урок», ну, поскольку в гостях была министр образования Московской области, то само событие заслуживает этого внимания. Давайте посмотрим сюжет. Вспомним. Ну, вот у нас небольшие проблемы со звуком, да, дело в том, что мы обычно берем репортажи новостные, это часть программы, поэтому, видимо, какая-то накладка случилась в прямом этаже. Вот Марина Захарова, министр образования Московской области, от имени губернатора Андрея Юрьевича Воробьева обращается ко всем присутствующим в зале, соответственно, передает его поздравления. Ну, а затем в сюжете будет награждение лучших педагогов региона. И могу сказать, что в число награжденных попал и преподаватель английского языка школы номер 2 города Щелково, Марина Роя. Вот сейчас в конце мы увидим сам процесс награждения. Хорошо, что у нас есть теперь залы, куда можно приглашать такого уровня мероприятия проводить. То есть 2-я сервиская школа все-таки зал позволяет. Не стыдно и министра образования пригласить, и губернатора. Вполне достойный зал, да, на уровне, в общем, такого дворца культуры, я могу сказать. Вот в красном платье как раз Мария Рой, преподаватель английского языка. Ну, будем надеяться, что следующие сюжеты будут у нас все-таки в хорошем качестве. Но у вас озвучка тоже хорошо получается. Ну, и это с вашей помощью, говорил Борис, вы тоже не забыли упомянуть о том, о зале. Я-то все вспомнил, видите, о людях. Но давайте продолжим итоги учебного процесса. Вот немножко мы осветили. Теперь хотелось бы вспомнить о летнем отдыхе, летнем, естественно, во время летних каникул. И осеннем, во время осенних каникул. Здесь тоже есть достижения. Я вот сразу уже тайну выдам, да, что наш лагерь Юнармеец, который всего лишь второй год работает, ну, так скажем, возродился, как феникс из пепла. Но, тем не менее, спустя несколько лет заработал в полную силу. И вот уже на второй год своего существования, нового существования, завоевал первое место среди лагерей летнего отдыха, опять же, в регионе, в Московской области, среди небольших учреждений до 300 человек. Средних учреждений. Средних, ну, так вот, ну, вроде так. Другая была градация. Но, тем не менее, хотелось бы услышать, как удалось так вот в такие короткие сроки таких высот достичь Юнармейцу. Но, понимаете, у нас два лагеря на территории Селковского муниципального района находятся, где организовывается летний отдых с проживанием детей. Это лесная сказка уже много лет с потрясающими традициями. И, как вы сказали, возрожденный из пепла феникс Юнармеец. Сказать, что, например, лесная сказка не заслуживает звания лучшего лагеря вовремя, области, и я бы не решился. Потому что и руководитель потрясающий, у него недавно был день рождения, хочется поздравить Филякина Василия Ивановича еще раз с прошедшим днем рождения. Бессменного руководителя долгие годы уже. Да, присоединиться к тем поздравлениям, добрым словам, которые в его адрес прозвучали. И я наблюдаю вот эту семью в лесной сказке, как за одну ночь раскупаются все путевки туда, как возвращаются воспитанники уже в качестве воспитателей, работников лесной сказки, не хотят покидать этот мир, эту вселенную, которую создали педагоги. Но старые стены, ветхие стены, ветхая инфраструктура в этом смысле, конечно, выгоднее отличаются юноармеец. Поэтому Цареву Викторию Александровну хочется поздравить и отметить. Директора лагеря с этим высоким достижением, невзирая на трудности, которые есть у любого учреждения, она все преодолела, и коллектив привела к этой высокой награде. Что хочется отметить, что впервые у нас 4 смены отработал летний лагерь. Как удалось так? Обычно 3 всегда бывает? Обычно 3 смены, а здесь получилось так, что было очень много желающих. У нас заработало так называемое сарафанное радио, и дети стали передавать родителям свои пожелания остаться в лагере на вторую-третью смену. Не все смогли купить путевки, и тоже появились уже жалобы. Поэтому достаточно оперативно было принято решение о том, чтобы открыть лагерь в четвертую смену. Конечно, возросла нагрузка на педколлектив лагеря, на вожатых, на администрацию, но справились. И, как мы видим, результат очень хороший, и область этот результат отметила. Но для сравнения, если у нас в «Лесной сказке» отдохнуло 459 детей, то в «Юно-армейце» 969, и, соответственно, охват детей намного больше. Плюс «Юно-армейце» у нас, как вы правильно заметили, вышел и на осенние каникулы, потому что лагерь всесезонный, смог 100 детей охватить. Но если так подвести итог по летней оздоровительной кампании, то более полутора тысяч детей было охвачено еще у нас лагерями с дневным пребыванием. На базе образовательных учреждений района, то есть 21 лагерь был открыт, где дети находились 20 дней в полноценной, 21 день в полноценная смена, с питанием, с интересной программой. Были очень хорошие отзывы от родителей и от ребят, которые в июне практически все у нас лагеря с дневным пребыванием отработали одну смену, потому что нужно все-таки школам готовиться и к новому учебному году проводить ремонтные работы. Но вот первую смену все лагеря отработали, и были очень хорошие отзывы. И охват детей мы увеличили в этом году намного, по сравнению с прошлым годом. Поэтому, когда мы говорим о летней оздоровительной кампании, гордость за район, за администрацию, каждый раз вспоминаем добром решение Совета депутатов во главе Надежды Владимировны Суровцевой, которая поддержала руководитель администрации, Алексей Васильевич Валов, чтобы совместными усилиями лагерь возродить и подарить его жителям района. И дети уже это ощущают на себе. Вот моя дочь там отдыхала и очень довольна, и мои дети там тоже отдыхали, младшие. Поэтому и старшая дочь, и младшие дети, в общем, все влюбились в вожатых, мечтают туда вернуться еще раз. Ну вот сейчас идет разговор о том, что возможно откроется еще лагерь Щелковского района, но тем не менее в Крыму это будет как-то ваше ведомство курировать? Ну, скорее всего, мы будем курировать этот лагерь с точки зрения эксплуатационных всех вещей, связанных и с жизнеобеспечением, и с образовательной программой, и с воспитательными моментами, и с набором кадров. Конечно, будем курировать. Алексей Васильевич поручил обязательно представителю комитета по образованию тоже посетить этот предполагаемый лагерь с точки зрения расчета всех возможных необходимых расходов, которые нужны будут на то, чтобы он стал, ну, тоже соответствовал современным требованиям, потому что у нас разрабатывается сейчас на уровне Федерации положение лицензирования летнего отдыха после трагических событий ушедшего лета на Сямо-озере. Поэтому мы сейчас, если Алексей Васильевич примет такое решение и совет депутатов по вопросу приобретения этого лагеря, то, конечно, будем вести эту работу. Это очень интересно было бы, потому что, к сожалению, очень много детей с болезнями, в том числе связанных с дыханием, а отдых на море, он, конечно, очень полезен, и поэтому было бы здорово, если бы такой лагерь у нас появился. Мечтаем об этом. Ну, будем ждать, что все, и будем надеяться, что все сбудется. Вот вы упомянули слово «ремонт», о том, что, да, лагеря дневного пребывания не могут работать в три смены, потому что школам требуется время для приведения, так скажем, здания и территории в порядок. В этой связи хотел бы спросить, как удалось сделать ремонт в надлежащем виде за тот период, который остался после того, как дети уже ушли. Естественно, большую часть ремонтных работ мы сделали за летний период, как-то и полагается. Часть работ без ущерба образовательному процессу, в силу того, что были некоторые средства сэкономлены по отрасли, мы проводим в течение осенних каникул, либо часть каких-то групп закрываем, проводим там ремонтные работы. В этом году экономия по отрасли была достаточно большой. Она сложилась из того, что не все образовательные учреждения были открыты в срок, как планировалось. То есть у нас три дошкольных образовательных учреждения планировались к открытию уже в начале лета. И те средства, которые были заложены на их содержание, было принято решение направить их на ремонтные работы в школы, детские садики, учреждения доп. образования. В итоге изначально было заложено 12 миллионов на весь год, которые превратились в 75 миллионов в итоге. Ну, то есть на порядок больше практически. Да. И, конечно, во многих учреждениях появился асфальт, который очень долго ждали. Во многих учреждениях появились окна. Не надо забывать о более чем 11 миллионов средств, которые вложили депутаты, в том числе Щелковского муниципального района, в ремонтные работы. Поэтому в этом году многое сделано. Конечно, мы расчет делали с Алексеем Васильевичем. Получалась сумма более чем миллиард, чтобы все учреждения привезти в надлежащий современный вид. Везде заменить проводку, везде заменить системы отопления и так далее. Но в этом году около 80 миллионов было направлено на образовательное учреждение. И это очень большое достижение и большая заслуга, в том числе, не могу об этом не сказать, заслуга главпоселений и советовых депутатов поселений, которые входят в Щелковский муниципальный район. Потому что, с одной стороны, мы знаем, что полномочия по образованию не входят в компетенцию поселений. Это компетенция региона, который он делегировал району. Но если поселение решением Совета депутатов прощает земельный налог образовательным учреждениям, то средства, сэкономленные от земельного налога, направляются, соответственно, на ремонтные работы в образовательных учреждениях на территории именно этого поселения. За счет этого тоже во многих учреждениях удалось и заборы поменять, и еще ряд работ сделать по благоустройству территории. И эти средства очень хорошо, что были направлены. К сожалению, не все поселения принимают такое решение. Вот у нас два поселения так и не решились нам эту льготу дать. Это Фрянова, это Монина. Но, видимо, у Советов депутатов там были веские причины отказать отрасли образования в такой помощи и поддержке. Но остальные поселения откликнулись либо полностью на 100%, либо частично нам налог на землю простили. Это тоже очень помогло в поддержании и в развитии учреждений на территории поселений. Поэтому отдельное спасибо этим советам депутатов. Ну, вообще, наверное, какие-то подарки может ведь получать школа. Да, вот в этом году у нас достаточно много было юбилеев. 130 лет Фряновской школе, 25 лет Щеловской гимназии, другие такие круглые, полукруглые даты были, может быть, не очень. И Монинская первая школа, и музыкальные школы, и хор Славия. У нас очень магат год на юбилей, и предстоит еще юбилей четвертой школы. Ну, у нас с подарками обычно приходит депутат областной думы Владимир Николаевич Шапкин, он старается всегда с подарком приходить. Мы приходим обычно с грамотами и с благодарностями коллективам и руководителям, потому что и Министерство образования отмечает обязательно такие юбилейные даты, и благодарит коллективы и сотрудников. И награды областной думы получаем, и 90 лет города Щелково тоже обязательно приходит к нам глава города и вручает эти медали памятные. Поэтому, конечно, такой урожайный год на награды, на поздравления. Можно еще раз поздравить все эти учебные заведения с знаменательными датами. Напоминаю, что в гостях у меня сегодня председатель комитета по образованию администрации Щелковского муниципального района Гаврил Поляковский. Напоминаю, номера телефонов прямого эфира нашей студии 567-1440 и 567-1450. Звоните, задавайте свои вопросы, а мы сейчас уйдем на небольшой перерыв. Не переключайтесь. Дайте его. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, что в гостях у меня сегодня председатель комитета по образованию администрации Щелковского муниципального района Гаврил Поляковский. Еще раз добрый вечер, Гаврил Борисович. Напоминаю, телефоны прямого эфира 567-1440 и 567-1450. Звоните, задавайте свои вопросы. Ну, а мы продолжаем разговор. Говорю, Борис, что первая половина нашей программы, короткая половина, так скажем, была посвящена и некоему подведению итогов, но поскольку учебный процесс в самом разгаре, так скажем, учебный относительно, да, и в дошкольных учреждениях, хотя называется дошкольное образовательное учреждение, и в школах, соответственно, тоже процесс идет. Поэтому вот хотелось, начнем давайте все-таки с младшего возраста, да, с младшей группы детского сада. Уже довольно продолжительное время у нас в районе ликвидирована очередь в детские сады для детей старше трех лет, но вот до трех лет еще очередь остается, хотя и небольшая. Поэтому хотелось спросить, что делается в этом направлении, чтобы ее совсем не было. У меня понедельник… День тяжелый. День тяжелый. Почему? Потому что я в понедельник веду прием населения. И ко мне приходят родители и говорят, говорил Борисович, вот вы с экрана телевизора нам доносите, что у нас, как вот вы сейчас, Сергей, подтвердили, что у нас вопрос с очередностью решен, а наш ребенок достиг возраста с трех лет, а в садик мы попасть не можем. А ребеночек родился, ну, например, 2 сентября, либо от 2 сентября и так далее. И я каждый раз родителям объясняю, что есть электронная очередь, и что дети в эту электронную очередь зачисляются и считаются достигшими возраста трех лет на 1 сентября. То есть кто до 1 сентября достиг возраста трех лет, того электронная очередь, распределяет в садике. Кто не достиг, тот для электронной очереди, не по свидетельству рождения, а именно для электронной очереди, для программы компьютерной, он считается еще не достигшим возраста трех лет. И идет на зачисление, получается, на распределение только на следующий год. Родителям с этим очень тяжело смириться, потому что они попадают в правовые ножницы. Потому что многим мамам, ну, для них жизненно необходимо выстраивать свою карьеру и выходить на работу по достижению возраста ребенком трех лет. Мы можем предлагать в этих случаях, как правило, и предлагаем садики родителям, но они почему отказываются? Вот мы почему говорим, что у нас актуальная очередь ноль? Потому что у нас в периферийных, у нас же район разбросан, да, на много километров, и в периферийных детских садах у нас действительно есть места. Они действительно недозагружены. И мы туда отказываются, потому что возить ребенка тяжело. Бывают случаи безвыходные, тогда родители готовы возить, готовы вставать на час раньше, лишь бы выйти на работу. Но у всех ситуации разные, и, конечно, много недовольных. Потому что мы полностью не можем решить проблему ни в Щелково-7, ни на Свердловке пока еще, Анечково не открыто, ни в Центральном микрорайоне, к сожалению. Плотная застройка, и мы не справляемся. Район не справляется. Не хватает места в садах. Эту проблему мы решаем по разным направлениям. То есть сейчас, и вы знаете, да, что строятся детские садики очень активно. Уже на самой последней стадии буквально еще три сада. Это в Новом городке, это в Анечково, это на Первом Советском. Но, мало того, мы выделили средства еще в двух детских садиках. Вот как раз в самых таких сложных микрорайонах. Это в Щелково-7, 32-й детский сад, это в Центральном, 65-й детский сад. То есть мы те помещения, которые можно было перепрофилировать, мы выделили средства, и в каждом садике открыли, сейчас откроем по дополнительной группе. По 25 детей наберем, доберем еще в эти сады. Потому что в свое время, когда было мало детей, там были созданы метод-кабинеты, спортзалы небольшие. Теперь мы эти помещения обратно забираем под группы. То есть во всех направлениях работаем, мы понимаем, как тяжело родителям в этих ситуациях. Поэтому чем можем, тем помогаем обязательно. Какие-то варианты всегда ищем. Но родители должны понимать, что сейчас существует даже очередь среди льготников. То есть льготные категории населения не до конца еще обеспечены местами в садах. Поэтому эта проблема актуальна. Есть и до трех, есть и старше трех, к сожалению, которые не готовы возить детей далеко и все-таки ждут именно тот сад, который, условно, скажем так, виден из окна. И родители можно понять, и они имеют на это право. – Гаврил Борисович, у нас есть первый звонок за сегодня, наверное, как раз про детские сады. Очень, конечно, важная тема. Давайте послушаем. Добрый вечер, вы в эфире. – Гаврил Борисович, здравствуйте. – Здравствуйте. – Меня зовут Ирина, я живу в Щелкове. Очень приятно видеть вас в эфире. Скоро очень такое радостное время, наверное, для всех детей зимние каникулы. Скажите, пожалуйста, куда можно отправить мою дочь на зимние каникулы? – Спасибо за вопрос. У нас работает лагерь «Юн Армеец». Сейчас уже набрано 110 детей на зимнюю смену. Стоимость путевки с 30 декабря по 10 января – 18600. Это полная стоимость путевки. И, соответственно, там очень интересная программа новогодняя с елкой, с Дедом Морозом Снегурочкой, с вручением подарков, с фейерверком. Но это секрет, это я только взрослому говорю, детям этого не говорите. Поэтому приглашаем «Юн Армеец», ждем. Также на сайтах Комитета по образованию, на сайте администрации района, на сайте Комитета культуры размещена информация об очень плотной, интересной новогодней программе на все, буквально на каждый день. На каждый день есть куда пойти с детьми, покататься с горки. Каждый день будет работать интерактивная программа на площади Ленина. По очереди учреждения культуры всех поселений будут передавать эстафетную палочку каждый день друг другу и развлекать в первой половине дня детей у главной елки района. Спасибо, Гаврил Борисович. Продолжаем тогда разговор о детских садах. Раз уж у нас такой вынужденной пауза была из-за звонка зрителей. Но это хорошая пауза, поэтому я напоминаю телефоны 567-40-567-1450. Звоните, задавайте вопросы. Вопросы очень важны для нас, конечно, и для моего гостя сегодня. А сейчас предлагаю посмотреть сюжет об открытии детского садика. А звук-то будет? Звук будет? Обещают. Режиссер сказал, звук сделали, наладили. Ну, такое радостное событие. Это было где-то в конце сентября, начале октября. К первому сентября не успели, но, тем не менее, детки уже пошли туда, поэтому давайте посмотрим, как все происходило. Давайте. Озер Медвежих. Важное событие. Здесь построен детский сад. И сейчас открытие. Событие действительно важное. Этого ждали все. И вот детский сад Медвежьих озерах торжественно открыт. В руках счастливых детей символический ключ от садика. Но, пожалуй, больше остальных радуются родители. Строительство объекта началось в середине 2015 года. Работы велись в рамках программы губернатора «Наша Подмосковья». Стройка находилась на постоянном контроле районных властей. Садик на 240 мест. И он не просто был необходим, он был жизненно необходим. Не Бежим озером, поскольку, вы понимаете, что новый микроэн, в свое время, новый микроэн, который был построен компанией «Мортон», он был без детского сада. Я думаю, что сейчас очередь в Медвежьих озерах, она снизится и практически будет нулевая. Скурпулезно делали все возможное, чтобы он был функциональным, безопасным, удобным. И, в конце концов, вот пришли к такому финишу. Сдали этот садик. Уверен, что здесь и детям, и родителям понравится. Объект, хоть и типовой, но особенный. В Медвежьих озерах прежде не было садиков с бассейном. Вот еще одно достижение, но все равно напрашивается вопрос. Еще три объекта параллельно возводятся, в общем-то, примерно, и в одно время начинали строиться. Возведены практически. Да, ну я имею в виду, конечно, и первый Советский, Пчелково, и Новый городок, собственно, рядом, в тех же Медвежьих озерах, и микрорайон Анечково. Когда там будет так же красиво? Первый Советский к концу года должен быть сдан полностью. Сейчас уже садик отмывается, уже расставляется мебель. И речь будет идти о получении положительных заключений Роспотребнадзора и Госпожнадзора. То есть два заключения основных, без которых невозможно получение лицензии. Более сложная ситуация по Новому городку, потому что, к сожалению, строители нас очень подвели по этому объекту. Муниципальный район Щелковский выполнил свои обязательства перед генподрядчиком. Но генподрядчик перед субподрядными организациями свои обязательства, к сожалению, не выполнил. И там сейчас, невзирая на то, что сад практически полностью готов, возникли на самой последней стадии завершения строительных работ, отделочных работ, возникли организационные серьезные разногласия. Вопрос на очень жестком контроле лично Алексея Васильевича Валова, на ежедневном контроле. Ведутся переговоры, может быть, даже о смене организации, которая будет завершать сдачу этого объекта. Поэтому, к сожалению, по именно Новому городку мы выходим на сдачу в февраль-март, скорее всего. То, что касается Анечкова, мы рассчитываем тоже, что в конце декабря нам этот объект сдадут, чтобы мы уже в 2017 году могли формировать группы и направлять детей. Но здесь тоже будет идти очень серьезная работа и с Госпожнадзором, и с Роспотребнадзором, потому что мы неоднократно уже сталкивались, что, невзирая на то, что все проекты проходят госэкспертизу, тот период времени, который проходит от момента утверждения госэкспертизы самого проекта до сдачи его, что-то меняется в нормах, например, Госпожнадзора, и возникают разногласия в ходе сдачи объекта. Поэтому мы очень надеемся, что строители, строительные организации, которые возвели эти сады, они смогут грамотно и быстро отработать профессионально с Госпожнадзором в первую очередь. — Давайте тогда закончим уже тему дошкольного образования, но тем не менее плавно переходим к другому поручению губернатора Московской области. Это ликвидация второй смены в школах. В очередь детские сады у нас практически ликвидирована полностью, а вторая смена еще пока остается и, видимо, долго будет оставаться. Конечно, речь идет в первую очередь о нехватке помещений, в том числе в новых микрорайонах. В прошлом году у нас было такое очень серьезное достижение, открыли сразу две школы в районе к первому сентября. В этом году пока такого события не было, но, понятно, не каждый год. Тем не менее, уже очень много разговоров идет о том, что вот и даже в 2017 году что-то произойдет, если можно подробнее. — Например, в Медвежьих озерах школа, где я был более 7 лет директором, более 40 лет ждали пристройку. И когда, наконец, были выделены средства губернаторам на пристройку на 275 мест, и вот мы сейчас встречались недавно с жителями Медвежьих озер из главы поселения, Канахином Владимиром Николаевичем и заместителем руководителя администрации Николином Никитой Александровичем. Жители говорят, ну вот с начала года обещали, где школа-то, где пристройка, где здание. Как всегда, когда доходит до практического воплощения проекта, возникают различные моменты. Вот в Медвежьих озерах выяснилось, что необходимо выносить коммуникации, которые без согласования с необходимыми структурами были, тем не менее, проведены по территории школы. И вот вынос этих коммуникаций, он по сумме будет стоить более 20 миллионов. Эти деньги пришлось дополнительно изыскивать в бюджете отрасли. Средства найдены. Сейчас идет уже привязка к местности объекта. И уже в начале 2017 года будет определена компания строительная, которая получит право на строительство объекта. То есть сейчас все проектные работы завершены. Похожая ситуация, к сожалению, произошла в микроороне Солнечный, где школа на 1105 мест, и тоже деньги на нее выделены. И тоже возникли проблемы по привязке уже проекта к местности непосредственно перед началом строительства. Сейчас эти вопросы... Проект уже готов. Да, эти вопросы сейчас администрации района решены. И то же самое весной должен быть определен подрядчик, генеральный подрядчик, который будет возводить новые образовательные учреждения на 1105 мест. Соответственно, к концу 2017 года современные технологии позволяют возвести эти объекты, если строители будут работать в полную силу. Иначе все, конечно, выйдет на 2018 год. Но сейчас по датам, как наш гидрометцентр, я не хочу ничего обещать, чтобы потом... Прогнозы – дело неблагодарное. Да, прогнозы – дело более чем неблагодарное. Также, например, сложная ситуация сложилась в микрорайоне Чкаловский, например... Это 11-я школа. С 11-й школой. Потому что изначально рассчитывали на то, что социальное применение инвестор сможет выполнить, который застраивал там микрорайон. Но из-за финансовых проблем этот проект был заморожен. И спасибо огромное правительству Московской области, что пошли навстречу и включили в госпрограмму пристройку к 11-й школе на 350 мест, пристройку в центральном нашем микрорайоне к школе 16 на 500 мест. – А место-то там есть? – Есть. – Такая плотная застройка? – Есть. – Нашли все-таки, да? – Есть место, да. Позволяет площадь. И самое главное, ну, у нас все главное, но один из таких очень животрепеющих моментов – это, конечно, микрорайон Жигалова. – Ну, я знаю, жители жалуются всегда, что детям приходится через железную дорогу. – Неудобно, опасно, длинный маршрут и то, что тоже включили в госпрограмму и выделены деньги на строительство школы на 1100 мест – это большое достижение. И также выделены средства на школу в микрорайоне номер 5 на 825 мест. И, соответственно, вот четыре еще стройки, помимо вот еще двух, которые вот-вот должны начаться. Поэтому со второй сменой мы, думаю, будем очень успешно бороться с помощью региона. Должно получиться. – Ну, это вот все щелково, а в поселениях там ситуация лучше? – В поселениях лучше ситуация. Например, в Турбино огромная школа, она заполнена даже не на треть. Поэтому в поселениях полегче ситуация. – Ну, вот теперь, раз мы перешли к школам, хотелось бы узнать, как идет учебный процесс. Все-таки не за горами единый госэкзамен. Уже, я знаю, началась кампания и по предварительной издаче экзаменов. Если можно, более подробно, как эта кампания идет, как она началась? – Началась кампания для нашего района «Хорошо». То есть ребята в декабре написали сочинение. То есть первую часть ЕГЭ ребята успешно сдали. 964 у нас было экзаменуемых ребят. Это не только школьники нашего района, это еще молодые люди, которые посчитали необходимым, у которых нет экзамена ЕГЭ, но для поступления он им нужен. И они, соответственно, тоже вошли в списки тех, кто сдает экзамен. – То есть школу они закончили несколько лет назад? – Да. И поняли, что им нужно продолжить образование дальше. У нас 7 пунктов приема экзамена в 7 общепозаводных учреждениях. Более 200 камер наблюдений установлено. По 2 камеры в аудитории, по 2 камеры в штабе. Сделано все для того, чтобы все дети были в равном положении, чтобы исключить полностью возможность списывания. Наш район вошел в пятерку лучших районов Московской области по качеству сдачи ЕГЭ и организации сдачи ЕГЭ. В чем огромная заслуга Мосягина Татьяна Васильевна, начальника сектора школьного образования, ее команды. И хорошо очень отработали и отдельно на уровне области благодарили директора 13-й школы, невинчанную Елену Андреевну, за безупречную организацию сдачи экзамена. Потому что приезжал эксперт Рособорнадзора, то есть федеральной структуры, не областной, и высоко очень оценил то, как организована сдача экзамена в нашем районе. То есть компетентно работают эксперты, компетентно работает комиссия. И доброжелательная обстановка, и в то же время строгая. Поэтому наши ребята в целом показали хороший результат по экзаменам. То есть по семи предметам мы показали результаты выше, чем областные показатели. Если, например, результаты декабрьской сдачи ЕГЭ не устраивают, выпускника, либо они экзамен пропустили по каким-то причинам, у нас есть дополнительные сроки сдачи экзамена, еще первая среда февраля, первая среда мая, когда будет возможность экзамен пересдать. То есть по тому же предмету, да? По тому же сочинению? Пересдать, да. Если, допустим, не дай бог, неудовлетворенная оценка, либо человек заболел, пропустил экзамен. Но самое главное, чтобы до 1 февраля родители и дети определились четко, по каким предметам дети будут сдавать экзамены. Потому что потом передумать уже будет невозможно. Вот под ответственность директоров школ, завучей, работаем ежедневно с родителями, с 11-классниками, чтобы они не меняли потом коней на переправе, а сдавали именно те экзамены, на которые они заявились. Это очень важный момент. Мы надеемся, что споев у нас не будет в районе. У нас есть еще один звонок. Наш зритель хочет задать вопрос вам, говорил Борисович. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер, Гаврил Борисович. Добрый вечер. Мой сын – выпускник. И в настоящее время, естественно, в нашей семье самая обсуждаемая тема – это тема ЕГЭ. Вы вот сейчас уже частично ответили на мой вопрос, что до 1 февраля мы должны определиться с выбором предметов. На сегодняшний момент мы определились. В заявлении сын написал. Есть ли какие-то обстоятельства? Можно ли будет изменить выбранные предметы? И в какой вот срок? Можно изменить выбранные предметы, также написать заявление, но до 1 февраля. То есть у вас есть еще неделя декабря, и у вас есть две недели в январе. принять решение о том, какой экзамен вам нужен, либо не нужен. Также вас в школе должны были уведомить под подпись, под роспись вашу, что если вы выбираете вуз, в котором учитываются результаты ГТО, и имеет значение, есть у ребенка золотой значок, либо нет, то должны были вам рекомендовать, чтобы ваш ребенок обязательно принял участие в сдаче норм ГТО на базе УСК Подмосковья, либо в иной форме. У нас специальные центры по сдаче ГТО работают в районе, чтобы ребенок не оказался обделенным этими бесценными баллами при поступлении. Спасибо за вопрос. Спасибо за ответ, говорил Борисович. У меня вопрос такой, тоже касается текущего образовательного момента, хотя, может быть, не такой приятный, как то, о чем мы говорили. Я имею в виду, конечно, эпидемию гриппа, которая началась у нас уже, и несколько школ были закрыты на карантин, но не целиком, отдельные классы. Поэтому хотелось бы спросить, как сейчас обстоят дела, потому что, насколько я знаю, четвертую школу, например, там уже открыли, и детишки пошли в школу. Ну, традиционно, если более 20% учащихся заболевает, ОРВИ принимает решение директор школы исключительно, исключительно по согласованию с Роспотребнадзором о закрытии образовательного учреждения. Нас информирует образовательное учреждение. Мы эти вещи отслеживаем. Начинается все, как обычно, с карантина в некоторых классах. Если не удается локализовать эту проблему, то, конечно, школа на 7 дней, к сожалению, закрывается. В силу этого мы рекомендуем, рекомендует Роспотребнадзор, рекомендует Министерство образования на всех утренниках, на всех мероприятиях, приуроченных к Новому году, новогодних праздниках, мы рекомендуем максимально сократить количество зрителей на этих мероприятиях. То есть мероприятия проводятся, в первую очередь, для детей, поэтому мы просим директоров школ, заведующих садами, чтобы максимально сократить количество присутствующих гостей. В том числе и родителей. В том числе и родителей, конечно. Увеличивается количество уборок, санитарной обработки, кварцевание во всех помещениях проводится. Кварцевые аппараты есть практически во всех учреждениях сейчас. И эти все мероприятия мы проводим достаточно жестко, уже месяц. Отслеживаем на входе в образовательное учреждение, в том числе дошкольное, состояние здоровья ребенка визуально. То есть если мы видим первые признаки заболевания серьезные, мы либо ребенка рекомендуем сразу забрать домой, либо если мы увидели эту ситуацию, мы ребенка помещаем отдельно от группы, вызываем родителей, просим забрать, одеваем на него масочку. Но невзирая на все эти усилия, к сожалению, и не только в нашем районе, но и вообще по России, к сожалению, вот этот эпидемиологический порог был преодолен и все-таки объявлена эта эпидемия. Поэтому мы, конечно, рекомендуем родителям постараться не водить детей сейчас на массовые какие-то огромные мероприятия. Если родители думают, что они этим будут вырабатывать у детей дополнительный иммунитет, они заблуждаются, лучше не подвергать ребенка лишним рискам. И так достаточно контактов у него в образовательном учреждении, в садике, в школе вполне достаточно у него контактов, которые могут привести, к сожалению, к заболеванию. И тут хочется мне что сказать. Я смотрел в интернете, как и многие родители, наверное, совершенно жуткие фильмы, которые пропагандируют вред и опасность прививок. Эти фильмы спекулируют на самом святом, что есть заложено в каждом родителе, это страх за жизнь и здоровье своего ребенка. И там сфабрикованы факты, выдернутые из контекста ситуации явно. И идет такая обработка мощная родителей, в первую очередь на мамы, это, видимо, фильмы рассчитанные, чтобы они не водили детей и не прививали их, чтобы вообще прививка – это зло. Невзирая на то, что прививка – это вообще достижение человечества, и страшные эпидемии, и страшные болезни были преодолены благодаря именно прививкам. И то, что, вот, к сожалению, эти фильмы, они в ходу, и то, что очень много отказов от прививок не по медицинским показаниям. Прививка, она вредна в любом случае, если у ребенка хроническое заболевание, либо он в состоянии болезни в этот момент. Вот в этих случаях прививка в любом случае вредна. Это любой педиатр скажет. И то, что вот эти эпидемии к нам приходят в таком достаточно объеме, в большом, это связано в том числе и вот такой антипропаганде прививок. Надо сказать спасибо. Поэтому наша задача, я считаю, и системы здравоохранения, чтобы вот этот миф о вреде прививок, конечно, надо развенчивать. И эта задача, думаю, должна стоять перед государством, не только перед муниципалитетом. Ну и перед вами тоже, конечно. Мы стороне не остаемся. Гаврил Иванович, вот сказали, что школа закрывается на карантин на 7 дней, да? Понятно. Ну а если по прошествии этих 7 дней, так скажем, никто не выздоровел, потом продляется? Или, допустим, вернулись потом, новая спешка эпидемии, скажем, в феврале. Опять могут закрыть? Мы с таким не сталкивались. А закрыть, конечно, можем и второй раз. Это не вопрос, естественно. То есть в первую очередь у нас нет такой самоцели любой ценой пройти образовательную программу. Мы все равно пройдем. Будем выносить корректировки в прохождении образовательной программы. Но на первом месте все равно здоровье детей. Поэтому 7 дней вполне достаточно, чтобы детки полностью в себя пришли и вернулись в ученический строй. А если, как вы говорите, в феврале будет повторение, ну, конечно, будет повторное закрытие. Ну, хотелось бы закончить программу все-таки на оптимистической. Давайте попробуем. Оптимистичной, да, все-таки не будем говорить о болезнях. То есть поговорили, ну и правильно, хорошо, что предупредили. Уже наша зрительница задавала вопрос по поводу зимнего отдыха детей на зимних каникулах. Вы уже упомянули о программе лагеря Юнармейц. Ну и, если можно, еще коротко, что еще помимо, куда еще помимо Юнармейца можно отправиться на зимних каникулах у нас в районе? Так, ну я уже об этом говорил. Я говорил про ежедневную программу в период всех зимних каникул на Главной площади. и адресовал всех к сайтам, потому что очень много программ в каждом поселении. Я вот сужу по медвежьим озямам в том числе. Ежедневные мероприятия проводятся на уровне каждого Дома культуры для местных жителей. И программы есть не только детские, но и взрослые, поэтому надо просто жителям обратить внимание на эти графики праздников, потому что их очень много. И слава богу, что они такие плотные и интересные. Поэтому мы тоже будем обязательно с семьей ходить на эти праздничные мероприятия. Поздравляю вас только поздравить с наступающим Новым годом всех жителей нашего района и вас тоже, и всех сотрудников образования. Вы действительно делаете очень нелегкую, непростую работу. Я хочу вас еще раз поздравить с прошедшим юбилеем ТРК Щелкова, потому что я до сих пор нахожусь под впечатлением и концертной программы, и всего того душевного, наверное, тепла, которое изливалось на зрителей в зале. Мы вместе с вами, благодаря фильмам, которые вы показали, ретроспективно окунулись в историю района, вернулись на несколько десятилетий назад и посмотрели на то, каким был наш район, все это вспомнили, это было очень приятно, поэтому желаю телерадиокомпании долгих лет и новых юбилеев и процветания. Спасибо, Владимир Борисович, напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Диалог» был председатель комитета по образованию администрации Щелковского района Гаврил Пляковский. Это была программа «Диалог», смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин